Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа «Сила Слова» и я Аташенов Максим, и сегодня речь пойдет об откровении Божьего Слова. Прежде чем мы приступим, я бы хотел, чтобы мы помолились. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, благослови нас сегодня, наш Бог, благослови нас, даруй нам дух премудрости и откровения к познанию нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Твой свет просветит очи нашего сердца, чтобы могли видеть то, что Ты желаешь нам показать, чтобы могли услышать Твой голос и узнать все то, что Ты открыл для нас в нашем драгоценном Господе Иисусе Христе, и чтобы это принесло пользу Церкви, чтобы это принесло пользу людям, чтобы они могли получить спасение, исцеление во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Я бы очень хотел поблагодарить всех наших драгоценных партнеров, кто помогает делать это служение, партнеров СНЛ, партнеров служения Силы Слова. Спасибо вам большое. Благодаря вам можем проповедовать Евангелие. И огромное количество людей по всему миру может слышать евангельскую весть, утверждаться, получать веру и соединяться с нашим Господом Иисусом Христом в этой драгоценной вере. Благодарим вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Аминь, аминь. Итак, откровение – это действие Божье. Что-то, что было спрятано. Не от кого-то, а для кого-то. Откровения принадлежат Божьим детям, тех, которых Бог любит. Тех, которые Бог привлекает к Иисусу Христу. И вот, что говорит Ветхий Завет. Вот, что написано в Ветхом Завете. Если вы откроете со мной книгу Второзакония, 29 главу, 29 стих, здесь мы можем прочитать следующее. Сокрытое принадлежит Господу. Господу Богу нашему. А открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Сокрытое принадлежит Богу нашему. Есть вещи, которые сокрыты. Есть вещи, которые непонятны. Есть вещи духовные, невидимые, небесные. Есть вещи, которые нашему человеческому разуму очень трудно понять. Нам трудно понять безграничность и могущество Бога. Нам трудно своим человеческим интеллектом понять, каков Бог. Потому что наш разум ослеплен неверием. Он ослеплен определенным светским образованием. Он ослеплен какими-то вещами, которые присутствуют в этом обществе. Сокрытые. Но оказывается, есть что-то, что Бог спрятал, сокрыл не от нас, не от людей, но они спрятаны для нас. Почему? Потому что существует враг. Потому что существует дьявол. Потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. И если ему будет понятно то, что делает Бог, скорее всего, Он выстроит против нас, в нашей жизни, определенные препятствия, определенные козни. Для того, чтобы это не произошло, Бог сокрыл что-то и спрятал что-то до времени, чтобы открыть. Чтобы открыть своим детям, чтобы в момент познания, в момент откровения Божье благословение высвободилось бы, Божье Царство проявилось бы так сильно, и чтобы дьявол ничего с этим не мог сделать. Мы знаем с вами об Иисусе Христе, что до определенного времени Иисус был сокрыт, и дьявол не знал, где находился Иисус. Если бы он знал, он постарался бы уничтожить. Если бы дьявол все прекрасно понимал о том, что произойдет на Голговском кресте. А если бы дьявол понимал о том или знал, что произойдет, когда будет проливаться кровь Иисуса Христа. Если бы дьявол понимал, что он делает, когда Иисуса мучают, ранят, эстезуют и прибивают ко Кресту. Он никогда бы не убил Иисуса Христа. Он продолжал пребывать в определенном неведении, убивая Иисуса Христа, тем самым приближая час своего величайшего поражения. Потому что по замыслу Божьему Иисус должен был взять на себя все наши грехи, преступления, беззакония и умереть на кресте. Тем самым лишить грех и смерть силы над любым человеком. И в день, когда Иисус воскрес, дьявол просто не мог поверить. С такой скоростью начало распространяться Божье Царство. Но до определенного момента это было спрятано от Него, чтобы он не успел навредить. И поэтому есть определенные вещи в жизнях людей, в судьбе людей, где Бог начинает в какой-то определенный момент действовать. Он начинает открывать сокрытое для того, чтобы могущественно разрушить дела дьявола в вашей жизни. И поэтому в связи с этим мы можем твердо знать, если Бог нам открывает что-то, это становится нашим. Оно принадлежит нам. Откровение принадлежит нам. Благословение принадлежит нам. Если Бог нам открывает об исцелении, это становится нашим. Мы теперь знаем, как действовать. Мы теперь знаем волю Бога. Нам теперь открыто. Мы не просто умом к этому пришли. И Отец открыл что-то в Своем Слове. И когда пришло откровение, исцеляющее помазание, Его сила и власть высвобождаются в нашу жизнь, и это становится нашим. Это больше не отнять. Почему? Свет пришел. Там, где было темно, непонятно. Там, где было страшно, мучительно, больно. Вдруг в определенный момент что-то происходит, Слово открывается, и человек сердцем начинает видеть то, что было невидимо. И весь мир может подняться против такого человека, атаковать, преследовать, смеяться, издеваться, противостоять. Но если Бог что-то открыл, это неотъемлемо. Это становится нашим. Писание говорит, открытое принадлежит нам. Сокрытое принадлежит Богу. Но если Бог открывает что-то, это становится нашим, и это приносит нам благословение. Вот насколько могущественное действие откровения Божьего Слова. Оно приносит пользу человеку. И человек становится сверхъестественным в том, чтобы двигаться в этом направлении. Мне вспоминаются слова Орла Робертса, когда он говорил, описывая, что такое откровение. Он говорил это следующими простыми фразами. «Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю». Эти слова стали крылатыми. Их подхватывают пасторы всего мира. «Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю». Вот как сильно я это знаю. Бог открыл что-то об исцелении этому замечательному служителю Орлу Робертсу. И сила этого откровения повлияла на весь мир. Это было как вспышка, как озарение невидимых сфер, невидимого, сокрытого в отношении Божьего замысла об исцелении больных людей. И человек ухватил это. Человек взял это. И в результате удивительное Божье благословение, исцеление распространилось по всему земному шару. Он не был одним. Были другие, которые подхватили это. Которым Бог также открыл, что Бог так сильно любит человека, что Он желает исцелить его. Не просто спасти от ада, но полностью восстановить человека. Было открыто, и дьявол ничего не смог с этим сделать. Были гонения. Было непонимание. Был огромный шквал критики. И до сих пор продолжается. Но человек, который получил от Бога откровение, буквально переходит в совершенно иной мир. И начинает оперировать в совершенно других сферах. И невидимая Божья сила и Божья слава начинают проистекать через жизнь и служение этого человека, через его свидетельства, проповедования и молитвы. То есть, благодаря откровению, человек происходит, человек переходит в определенный мир и становится действительно таким непоколебимым и непобедимым, что Иисус, Он говорит, что врата ада не одолеют. Все силы ада будут брошены против этого откровения, но они не победят. Почему? Потому что, когда приходит Божье откровение, когда Отец открывает человеку о том, кто есть Иисус Христос, когда Бог открывает человеку, что Он имеет в Иисусе Христе, то такой человек начинает продвигаться со скоростью сверхъестественной в жизни, в служении, буквально небеса. Их мощь и их слава вырываются в этот мир через откровение, которое Бог Отец дает человеку. Поэтому всем своим сердцем необходимо устремиться к Богу, необходимо устремиться к Слову и просить Бога, чтобы Он даровал нам откровение. Если что-то закрыто человеку, человек может своими физическими силами и знаниями, и умениями, и через связи добиваться и не получит ничего. Почему? Потому что если небо закрыто, если Слово закрыто, человек, он как слепой. А если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Так говорил Иисус. Это значит, что люди, которые живут в этом мире, они подвержены всем этим законам, влиянием естественного, человеческого, падшего мира. И когда мы теми же средствами пытаемся решить жизненные проблемы, которые, по сути, духовные, у нас ничего не получится. Мы можем потратить годы на это, но если мы воззовем к Богу об откровении, непобедимое откровение Божьего Слова принесет победу и поможет нам вырваться из этих ям, подняться и действовать со властью и силой Бога. Амин. Увидимся через минуту. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы Слова, Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы Слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах. И мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы Слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. Служение силы Слова благодарит всех наших партнеров за участие в этом важном служении.